МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА СКРИП КЛИКОВОЙ ЧАСОВ 15.30 в Новосибирске области в прямом эфире канала ОТС. Новости дня в студии. Екатерина Тихомирова. Здравствуйте. Бабье лето, второе пришествие. Тепло и солнце вернулись в регион как минимум на неделю. Днем воздух прогреется до плюс 18, ночью до 5 градусов тепла. Из-за такой погоды из спячки вышли даже насекомые, например, божьи коровки. Зоологи говорят, это ненормально. До половины особей впоследствии могут погибнуть. Добавлю, что без отопления в Новосибирске по-прежнему остается около 500 домов. Большинство на левом берегу. Это связано с дефектом на подающем трубопроводе ТЭЦ-3. Энергетики проблемы уже устранили. Об этом доложили сегодня губернатору на оперативном совещании. Теперь дело за управляющими компаниями. По магистральной распределительной сети уже носитель подан? Да. То есть сейчас идет работа управляющей компанией ТСЖ? Да. То есть со стороны теплоснабжающих организаций, СГК, других, все сделано, тепло подано? Да. Хорошо принято. И в продолжение темы. В школах и детских садах Новосибирска специалисты Роспотребнадзора проверят, как соблюдается тепловой режим. Об этом сообщается на сайте ведомства. Проверки будут проводиться с учетом установленных в каждом регионе норм. В ведомстве уточнили, что нарушение требований температурного режима наказывается штрафом до 20 тысяч рублей и может повлечь за собой приостановление деятельности организации. Торжественное собрание, посвященное декаде пожилых людей, проходит в Новосибирске в эти минуты. В Большом концертном зале филармонии работает и моя коллега Екатерина Стывко. Катя, добрый день. Декада пожилых завершается. Пора подводить итоги. Здравствуйте, Екатерина. Сейчас в концертном зале имени Катса буквально нет свободных мест. Сотни гостей. Это ветераны труда и пожилые люди, активисты разных социальных организаций. Торжественный концерт посвящен декаде пожилого человека. Она стартовала в нашем регионе 1 октября. Ее цель – повышение социальной активности пенсионеров. Песни, музыка, поздравления. На концерт пришли и первые лица Новосибирской области. Губернатор Андрей Травников вручил благодарственные письма трем лучшим коллективам. Декада пожилого человека соответствует целям нацпроекта «Демография». Задача – увеличить продолжительность жизни, а главное – ее качество. В дни декады пенсионеров обучают финансовой и компьютерной грамотности, а во многих учреждениях культуры – дни открытых дверей. В поликлиниках также принимают врачи-гириаторы. Декада пожилого человека не окончена. Еще есть несколько дней, чтобы, например, пройти бесплатное медицинское обследование в центре медпрофилактики, посетить зоопарк или обучающий мастер-класс. Пока это все. Информация Екатерина. Спасибо, Екатерина Стывко, о том, чем ознаменовалась первая декада октября в Новосибирске. Сегодня очередной матч домашней серии на стадионе «Сибирь» начнется с минуты молчания. В память об игроке клуба «Самвэле Мнатсяне» 29-летний игрок умер в ночь на воскресенье. На протяжении последнего года хоккеист боролся с тяжелой болезнью, но победить ее не удалось. Игроки «Сибири» решили выйти на лед с черными повязками на свитерах. Что касается сегодняшнего соперника, «Московская Динамо» – клуб традиционно неудобный для нашей команды. В 43 матчах всего 8 побед. Отмечу, что «Сибиряки» выиграли два последних матча и сейчас находятся на шестом месте в турнирной таблице «Востока». А в случае сегодняшней победы команда может оказаться на втором месте, догнав «Авангард» и «Автомобилист». Прямую трансляцию матча со «Столичным Динамо» смотрите на канале ОТС в 19.30. Продолжаем выпуск. Общегородской «Субботник» в Новосибирске назначен на 12 октября. Традиционно коллективы предприятий, районных администраций, структурных подразделений, мэрии выйдут на уборку закрепленных территорий. Принять участие в сборе опавшей листвы и мусора могут все желающие. Порядок необходимо навести во дворах без малого трех тысяч домов и внутри квартальных территорий. Необходимый для уборки инвентарь можно получить в управляющих компаниях и ЖУ. Добавлю, что ежегодно после субботника за пределы города вывозят примерно 2500 тонн листвы и мусора. А на городских магистралях в этот день работают сотни единиц уборочной техники. Трофимоковские чтения начались сегодня в Академгородке. Это съезд молодых ученых, которые занимаются разработками в сфере геологии. В научном центре находится наша съемочная группа. На связи со студией мой коллега Сергей Толмачев. Сергей, здравствуйте. Передаю вам слово. Здравствуйте, Екатерина. Вот уже 14-й год сюда, в Институт нефтегазовой геофизики, приезжают ученые из разных сибирских регионов. Трофимоковские чтения посвящены именно Академику Трофимуку, который больше 30 лет возглавлял этот институт, который еще называют Академией геологических наук. Трофимук, как герой социалистического труда, звезду он получил за открытие башкирской нефти. Это было во время войны, и в то время на Трофимука лежало около 30 томов доноса. Доноса, что почти автоматически означало расстрел, но партии правительства дали время, и в итоге башкирская нефть добывается и до сих пор. Но сегодня говорят не только об истории, но и о современности. Привезли несколько интересных докладов. Например, мы пообщались с учеными из Томска, которые изучают озера, богатые стронцием. Если бы мы с вами попили такой воды, то у нас со временем были бы серьезные проблемы со здоровьем. Но вот у коленных национальностей, которые живут по берегу этих озер, для них, наоборот, стронция является одним из важных образующих элементов в организме для обмена веществ. То есть для них будет вредной, наоборот, наша Карачинская. И еще один интересный доклад, который мы сегодня уже послушали, это тюменские ученые, которые ищут нефть. В газовом крае ищут нефть. Вот оказалось, что геологическая свита, так называется пласт, который залегает в Тюменской области, содержит не только природный газ, но и черное золото. Удалось это определить также по воде, на которой образуются масляные пленки. В общем, здесь немало интересного и более подробно о том, что привезли как ученые из соседних регионов, так и о разработках наших ученых в Академгородке, я расскажу в программе «Научная среда», которая выйдет в эфир в среду в 2015. Не пропустите. Екатерина. Спасибо, Сергей Толмачев, о том, что обсуждают сегодня ученые-геологи со всей страны в Новосибирском Академгородке. Тем временем в поселке Кыштовка рабочие в ходе капитального ремонта здания Краеведческого музея совершили неожиданное открытие. Наш корреспондент Станислав Блинов расскажет, что было в этом здании раньше, о чем говорят находки на месте реконструкции. Станислав, вы в эфире. Коллеги, добрый день. Я нахожусь в подвале Кыштовского Краеведческого музея. Когда-то здесь было питейное заведение местного купца, и сейчас в стенах угадываются контуры окон, заложенные кирпичом. И когда строители в ходе реконструкции разобрали кладку, они обнаружили вот эти решетки 19 века и целые стекла. А балки над моей головой стоят здесь с 1896 года без всяких признаков гнили. Так что какие еще открытия принесет реконструкция, остается только догадываться. Коллеги. Спасибо, Станислав Блинов из Кыштовского района, где специалисты занимаются реконструкцией местного Краеведческого музея. А в рабочем поселке Коченево теперь есть свой музей авиации и космонавтики. Экспонаты туда привезли из самого Звездного городка. Почему выбрали именно это место для экспозиции, чем будут удивлять посетителей, узнали мои коллеги. Музей авиации и космонавтики не случайно построили в Коченево. Ведь именно здесь с 1941 по 61 годы прошлого века работал военный аэродром, который за годы Великой Отечественной войны подготовил больше тысячи боевых летчиков. В 1946 году в Толмачево перенесли Сталинградское авиационное училище, которое потом переименовали в Сибирское. Курсанты этого училища, будущие знаменитые летчики-космонавты Герман Титов и Павел Попович отрабатывали свое летное мастерство в небе над Коченево. До этого дня о том времени напоминало разве что ровное поле, которое тогда было аэродромом. Теперь музей. Здесь фотографии и личные вещи знаменитых космонавтов и летчиков. Большинство экспонатов из «Звездного городка», где тренируют космонавтов. Какие-то вещи отдали в музей семьи героев. Например, этот шлем. Он принадлежал летчику-испытателю Борису Орлову. Он носил, он разговаривал в этот микрофон, он летал, он испытывал безаварийно. Железя могла подвезти, а вот эти штуки не имели права. Создание музея – личная инициатива Владимира Смирнова, летчика-инструктора первого класса, легенды вертолетного спорта. Говорит, последние дни перед открытием спал по 3-4 часа, готовился и волновался. Располагая теми данными, которые я в течение своей жизни получил, это и учеба в инструкторской школе, и 12 лет в сборной команде Советского Союза, и руководство Федерации вертолетного спорта России, и знакомство с космонавтами, знакомство с «Звездным городком» и так далее. Оно постоянно не оставляло меня от мысли о том, что это надо рассказать людям. Они достойны этого. На открытие музея в небольшой поселок Новосибирской области съехались знаменитые персоны. Ирина Соловьева – советская спортсменка-парашютистка и дублер-космонавта Валентины Терешковой. «Историю космонавтики вообще должны знать ребята, конечно, хорошо. Ведь даже в столице еще на вопрос, кто первый, ребята еще не могут ответить. Забыли, кто такой Гагарин. Да, бывали. В школу вопрос был. Младший не знает, кто такой Гагарин. Здесь расскажут не только про Гагарина. Первое время экскурсии будет вести сам Владимир Смирнов. Для школьников – бесплатно. «Рядом с нами находится федеральная трасса Байкала. Я полагаю, что так же, как на Алтае, у нас должен появиться информационный стенд. Каждый проезжающий должен обязательно обратить внимание и должен посетить этот музей. Мы все для этого сделаем». А также в планах сделать два тематических вагона в электричке, которая ходит от Новосибирска до Кочанева, чтобы люди уже по пути домой знакомились с историей авиации и космонавтики и знали, чем знаменит их поселок. Елена Мирошниченко, Александр Егоров, Новости УТС. И на этом пока все. Слушайте новости региона на Первом областном радио 54, в Новосибирске на 106,2 FM и Черепаново на 104,8. Информационные итоги этого дня подведем в 20.30. Я с вами прощаюсь до этого часа и желаю хорошего рабочего дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова